В Берске льготников более 11 тысяч человек – федеральных и региональных. Как правило, к федеральным льготникам относятся пациенты с инвалидностью, а к региональным – онкопациенты, а также люди с рассеянным склерозом, сосудистыми патологиями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Все они получают льготное обеспечение в аптеке БЦГБ. Недавно в ходе изучения амбулаторных карт льготников выяснилось, что пациенты на протяжении 3-4 лет ходят за выпиской рецептурных бланков без прохождения дополнительных обследований. То есть на протяжении 3-4 лет получают одно и то же лечение, получают одни и те же препараты, без коррекции дозировки, без коррекции самих препаратов, без доотследования пациента. Что это недопустимо? Вообще этого не должно быть. Потому что потом эти пациенты у нас в запущенном случае попадают в стационары, и уже невозможно все это назад открутить. Теперь по новой системе пациенты должны за 2 недели до окончания у них препаратов записываться к участковому терапевту для назначения льготного рецепта. Врач сможет оценить состояние здоровья человека на данный момент и скорректировать лечение. Кому-то из пациентов понадобится дополнительное обследование и прием узких специалистов. Правда, жителям такая система кажется вовсе нелогичной и утомляющей. Но я впервые получаю по второй схеме. Она сложнее. Была у терапевта, записывалась на прием за 2 недели. Большое скопление людей, много внеочередных, срочных проходит. Приходится там сидеть, ждать. Я благодарна за бесплатное лекарство, благодарна отношению. Практически нет никаких ни нареканий к медикам и медперсоналу. Но структура, организация немножко непродуманная. Как-то загрузили терапевтов ненужной работой. Если есть необходимость мне обследоваться, я это чувствую сама, я пойду. Тогда, когда я плохо себя буду чувствовать. А когда я практически здорова и иду просто получать поддерживающее лекарство, мне это не нужно. Очень хотелось бы, чтобы было понимание со стороны пациентов, что все, что мы проводим из записи к терапевту, это не удлинение пути получения лекарств, а это именно наблюдение за хроническими пациентами для того, чтобы улучшить их состояние, чтобы пациенты могли наблюдаться и не чувствовали себя бесхозными. Для маломобильных пациентов также предусмотрен прием терапевта или плановое лечение на дому, например, витаминотерапия. Для этого предусмотрена специальная врачебная бригада, для вызова которой нужно позвонить по номеру 122 или записаться на сайте Госуслуг. Такой же порядок записи и для мобильных льготных пациентов.